Вертолеты с флагами России и ДСА в первые ласточки, они открывают воздушный парад. В небе над аэродромом Бобровка появляются яркие купола, в воздухе лучшие парашютисты. Не только самарские, но и гости из Оренбургской и Ульяновской областей. Синхронность и мастерство впечатляют. Прекрасно выступили, ну как всегда. Я вообще всегда слежу за нашей группой, где они там прыгают, как они везде участвуют. В этот раз тоже не подкачали. Все очень нравится. Такая слаженность хорошая. Так мастерски делаются. Здорово. Небо в распоряжении авиации. Фигуры высшего пилотажа демонстрирует пилот самолета Як-55. Долгое время мы не готовили специалистов для вооруженных сил. Сейчас мы готовим специалистов для службы ВДВ. Совершенно новая программа, которая включается не только парашютные прыжки, как мы раньше готовили, но и тактическую подготовку в полном объеме. Посмотреть поближе и даже потрогать машины малой авиации можно на земле, на выставке самолетов, в том числе самарского происхождения. Этот маленький универсальный самолет производят в Самарской области в количестве примерно 10 штук в год. И на них выстраивается очередь. Закупают их летные школы Европы. А этот самолет особенный. Он станет участником благотворительной экспедиции, организованной фондом борьбы с рассеянным скалерозом. Акцию поддерживают многие благотворительные организации. На носу самолета портрет французского писателя и пилота Антуана де Сент-Экзупери. В этом году фестиваль авиационных видов спорта стал особенным. В Бобровке встречали международный автопробег, посвященный 90-летию с огнеобразования ДСААФ России. Колонна автомобилей стартовала во Владивостоке. Почти две трети пути пройдена. В Волгограде колонна разделится на две части. Первая держит путь в город-герой Севастополь, другая в Минск. Патриотическая акция направлена на то, чтобы молодежь заинтересовалась ДСААФ, заинтересовалась нашими видами спорта, которые развивает ДСААФ. Поэтому видят авиационные, парашютные виды спорта, военно-прикладные виды спорта. На фестивале масса площадок, радиотехническая выставка военной техники и ретроавтомобилей. После авиашоу все гости праздника могли увидеть красоты Самарской области с высоты птичьего полета и прокатиться на вертолете Ми-2. Наша съемочная группа не осталась в стороне. Взлетная полоса и площадки фестиваля. Как на ладони в небе понимаешь, почему летчики так любят свое дело. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин